В этом году первая ярмарка была проведена 2 августа. Она носила ознакомительный характер. А в минувшие выходные продавцы смогли порадовать покупателей в большей мере ассортиментом и ценами. Хорошие урожаи у нас в этом году. Ну, конечно, были у нас невзгоды. Сильно великий град был побив нас сильно. Так что живем, как можем, выкручиваемся. А цены вы такие поставили? Для вас это удобно? Удобно для людей. Мы в воскресенье продавали по 3,50, сегодня продаем 2,80. Резать продукцию надо. Лук 2,50, 2,80 за килограмм. По такой же цене можно было купить и арбузы. За капусту сельхозпроизводители просили 2 рубля 20 копеек. За перец сладкий – 3,50. По сравнению с рынком лучше, конечно. Но вот там есть точка одна, и по оптам продают по 2,50. Вот такой же самый лук, но чуть дешевле, но они оптам только продают. Это неудобно. Хотелось бы, чтобы помидоры завезли где-то с других населенных пунктов в Клинестрове, чтобы мы могли на зиму запастись. Особенно бойко шла торговля зерновыми. Ячмень, пшеницу покупали мешками. Те, кто держит подсобное хозяйство, говорят, рубль 60 за килограмм – достаточно приемлемая цена. Купим зерно, пшеницу, ячмень. Дома есть кукуруза домашняя. Сделаем комбикорм, будем кормить хозяйство. Я дома держу козичек и кроликов. И советую всем держать. Почему? Потому что это витамины натуральные. И спасибо организаторам, что так хорошо все дешево и очень приятно. Впервые в этом году распродажи сельхозпродукции будут проводиться не только в центре города, но и микрорайонах Лунга и Коржево. Управление сельского хозяйства обещает по мере созревания овощей и фруктов насыщать ими рынок, чтобы горожане могли запастись впрок. Ирина Полесик, Анжела Каранчук и Семен Баланко. Первый Приднестровский.